Мое почтение. Меня зовут Дрим Рипер. Я бездарь, завистник и никто. Именно поэтому я рассказываю свое мнение о разных картинах по поводу... и без. И сегодня речь пойдет о втором сезоне замечательного аниме Вакфу. Перед просмотром этого ролика советую ознакомиться с первой частью. Ссылка в описании и на экране. Первое, что бросается в глаза, похорошевшая картинка. Аниматоры набили руку, ну или увеличили бюджет, что не может не радовать. Ведь чем больше бюджет, тем лучше люди стараются. Так ведь? Хорошо, что это не наш случай. Вслед за изменением графики последовали изменения в дизайне некоторых персонажей, ввиду событий, произошедших в первом сезоне. Например, Евангелина укоротила прическу, Рельсиннил мантию на более практичную одежду, а Гроуви стал темнее. Это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Сериал стал интереснее и в сценарном плане. И хотя поначалу кажется, что сюжет сильно упростили, в первых сериях героям противостоят демоны, которых здесь зовут Шушу. Но, во-первых, борьба с Инфернауми не является основной темой сезона. А во-вторых, наличие Малефикус Инфернус не сделало плохими, например, Василин Колец или Дрэгон Эйдж. Шушу появлялись и в первом сезоне, но больше как духи, заключенные в предметах. Вроде меча Рубилакса у Гроуви, кольца у графа Вагнара и Груфона. Разумные сварливые карты. Я карта! Нет, не этой! И подобное развитие мира не может не радовать, как не может не радовать и работа сценаристов над возвращением одного из героев из небытия. Да, кто-то может сказать, такой ход лишает произошедшей драмы. Но я думаю, скорее это подает нам веру и надежду в лучшее, которого мы можем достичь. Да и воскрешение, сами знаете кого, в Игре Престолов или Воскресении Колец, не сделало их гибель менее значимой или трагичной. И как обычно, даже если нам заранее известен результат, Почнее заставить себя наслаждаться процессом. Но разошел разговор о персонажах, кроме основной пятерки, которую гордо зовет себя Братством Тофу, на сюжет влияют действия других людей, список которых расширяется к каждой серии. Из первого сезона остались и продолжают радовать своим существованием Галтарт Варвар, бубболист Крис Красс, брат и отец принцессы Амалии, принц Армант и король Бонта, гордого королевства Садида, их ловкий министр, телохранитель, шпион Йорис и брат Юга Адамай. Да, элеотропы и драконы родственные народы. Причем буквально. Два ребенка от каждого вида вылупляются из одного яйца. И если вы хотите сказать «Да что ты, черт побери, такое несешь?» То позволь вам напомнить очередование поколений у Медуз и Полипов. Если подобное возможно в нашем мире, то почему бы исходному явлению более воскорганизованных существ не быть в мире, где маги и боги являются настоящим? И к слову о настоящем. После победы над негодяем Ноксом... Да ладно, вам это не спойлер. Понятное дело, что тут нам все шло. Миру угрожают те самые шушу. По крайней мере, поначалу. И да, но логичный вопрос. Почему нету ордена, который занят истреблением или контролем этих существ? Отвечу. Вы, как всегда, правы, господа. И такие люди есть. Например, Иопский орден, в который входят уже упомянутые граф Вагнар, Гроуви, учитель Персевальда Галтарт или рыцарей справедливости. Отец с сыном, занятый коллекционированием, контролем и, как ни странно, использованием артефактов. Что занятно, эти два родственника прекрасно иллюстрируют и развивают мысли Ричарда Фуллера. Тот, кто играет здесь с игрушками дьявола, рано или поздно доиграется до того, что обнажит его меч. Ой, не строй себе, умник, это вся вот фразу из Икс Ком. Да блин! Тем не менее, подобные идеи проскальзывают в сериале, что добавляет ему некоторой глубины. Например, возможность вернуть исчезнувший народ — это хорошо. Но где разместить этот народ? Все территории разведаны и поделены между собой, благодаря хорошо развитой логистике, которая способствует куче мелких предпринимателей, вроде бабушки Руэля. Или порталы, врата, заап. Плюс часть территории тупо затоплена из-за катаклизма с завучнымся хаосом Агреста. Но о нем в другой раз. А земли нужно много. Это действительно крупный народ с развитыми технологиями и обширными знаниями. Однако, даже если такое место найдется, баланс сил, устоявшийся веками, будет нарушен. Да и кто будет спонсировать эту страну? Ибо без привлечения капитала с нуля практически невозможно создать государство. И это вопрос одного эпизода, а таких серий 26 в сезоне. По ходу действия появляются новые герои и новые подробности, касающиеся лора. Из новичков сразу можно назвать спокойного как буддистки монахи короля Элятрова в Килби и братьев Шилби и Груглора Грана, появившихся из Долфиса Дракона. Да, мощный старик Груглора Гран с первого сезона «Детеныш Дракона» — один и тот же персонаж. Это объясняется постоянным прирождением шести пар Элятроп-дракон. В три из них входят Килби, Юга, Шилби и соответствующие им драконы. Остальные Элятропы, естественно, являются смертными, но обладают все теми же способностями к управлению вакфу и созданию порталов. К братству Тофу в поисках Дофуса Килби на некоторое время пристают сестра Евангелина Клеофина, вдохновленная своей известной родственницей на подвиги. Сестренка более энергичная, веселая и вздорная, чем уже известная нам Кра. И кроме того, вместо лука носит миниатюрный арбалет на руке. Да, полагая лучевой кости, это приспособление приходится по душе. Ой, ты заткнись! Вторым прибавлением в рядах стрелков является таинственный и обаятельный мерзавец Реймингтон Смит, путешествующий всюду в сопровождении своего брата-кота Грейни. Либо проклятие, либо настоящая фамилия Реймингтона Панин. С полным обвесом из шушу, начиная с пистолетов и заканчивая перчаткой. В этом мире есть огнестрел, и при этом все пользуются средневековым оружием вроде луков и мечей. Да, учитывая, что, во-первых, пистолеты не распространены, и скорее являются уникальным оружием, вроде палки-стрелялки в зловечих мертвецах. Двенадцатого калибра! Двуствольный Реймингтон! Отлично раскупают! Может найти такой в отделе спортивных товаров. Во-вторых, местные луки выигрывают в мощности и функциональности. Тут и замораживающие, и разрывные, и даже телепортационные стрелы. То же касается иных мечей, вроде Рубилакса, которые наделяют хозяина огромной силой. И в-третьих, ну, это все же аниме. В нем, по-честному, режущий, колючий оружие выигрывает огнестрельного. В том же Евангелии, у них частенько бой заканчивался словами... Надо его корточком запороть. Ой, все. На роль главного женьгодяя претендует лидер Шушу, злобный архидемон с рогами и огнем, по имени Рушу. Что приятно, мотивы демонов довольно понятные, и напоминают мотивы Алекса из-за водного апельсина или Белосайфера. Разрушение ради веселья. Но личность настоящего антагониста, в отличие от первого сезона, долгое время остается неизвестной. Однако сериал грамотно подводит и его становление, и мотивацию, аккурат к последним сериям сезона. Далее об этом персонаже говорить было бы нечестно, так как... Спойлеры! Поэтому на последок лучше займут сравнением финальных битв, о чем не упомянуть было бы просто неправильно. Первый сезон показал, что режиссеры могут создать эпик. Однако в итоге мы получили довольно-таки хитрый ход со стороны Нокса и сценаристов. Но, как я уже говорил, битвжет сейчас на высоком уровне, так что теперь мы имеем крупное противостояние на нескольких уровнях. Принцесса Амали и принц Новософоки Адаль ведут артобстрелы с огромной субмарины по разлому между мирами. Руэль, Евангелина и Клеофина сражаются на передовой вместе с солдатами в экзоскелетах, вдохновленными Теслопанком и легендой о Коре, против демонов. Гроуви и Галтарт пытаются победить огромную Рушу, а Адама и Юга ведут борьбу с новым антагонистом, чью личность я, конечно, раскрывать не буду. Сражение ведется в течение четырех серий, во время просмотра которых вы имеете право прерваться разве что на кружку горячего чая. Но, естественно, вам не несубъективно, неправильно и глупо. Прошу прощения, что от него в свое время. Удачи с новым фильмом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова